Я думаю, Сергей Михайлович, если вы не против, с Божьей помощью потихонечку мы начнем. Уважаемые коллеги, кто нас смотрит через систему Moodle, мы обучение ведем через систему Moodle, мы сейчас начали вещать тоже через эту систему, чтобы была возможность получения сертификатов. Пока мы выдаем просто красивые сертификаты, как только Минздрав нам даст добро, мы будем сразу же эти сертификаты с баллами НМО. Поэтому, кто нас смотрит в систему Moodle, если что-то не получается, что-то не так, пишите мне, там есть такая в правом нижнем углу, такая кнопочка, на нее нажимаешь, и там все появляются мои вайберы, ну, в общем, мои личные все контакты. Можно написать прямо мне, и мы эту ситуацию разрулим. Но даже если что-то не получится, не переживайте, все, кто зарегистрировал в систему Moodle, все сертификаты эти получат. Я потом, когда закончу, я потом объясню, как все это дело сделать. То есть, кто Moodle зарегистрировал, у нас эти шкаты, у всех будут именные. Сейчас во всем мире большая проблема с интернетом. Почему? Потому что возрос очень сильно трафик, в связи с тем, что все абсолютно перешли в онлайн. Школы, университеты, даже детские садики переходят сейчас в онлайн. Поэтому трафик возрос, ну, по некоторым данным, в 50%, по некоторым данным на все 100%, то есть в два раза. Исходя из этого, уважаемые коллеги, если вдруг что-то такое произойдет, обрыв, связи, что-нибудь такое непредвиденное, вы не переживайте. Во-первых, это все восстановимо восстановится. А во-вторых, в этом мы не виноваты, в этом виноват коронавирус, который вот напал на нашу землю, и вот так всех нас терзает, в том числе не только нас, но и сервера, вызывает их повышенную нагрузку. Вот. Теперь по нашему, вот вообще по всем этим нашим мероприятиям, по коллоквиямам, по обучению. С 2017 года мы ведем это онлайн-обучение. И что хотелось бы сказать. Раньше, вы, наверное, многие из вас помнят, обучение было такое. Врач учился, где-то, сначала в институте, заканчивал институт, потом ходил на работу, 40 лет работал, ходил каждый день, получал зарплату, и где-то раз в 5 лет ездил на учебу, на усовершенствование на месяц. Теперь представьте себе такую ситуацию. В наше время, в наши дни, возможно ли вот так вот где-то ходить на работу, ходить, 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 и потом раз в 5 лет ездить куда-то на усовершенствование. По-моему, это, в принципе, нереально вообще. И можно безнадежно отстать не только от других стран, но и от своих коллег, которые находятся в этой же, может быть, больнице. Поэтому это совершенно немыслимо, и надо как-то усовершенствоваться, надо как-то постоянно быть в теме, в тренде, и во всем остальном. С января 2017 года мы ведем дистанционное обучение. Сначала мы вот эти мероприятия проводили по типу вебинаров. Вебинар – это вот просто моя говорящая голова, какие-то слайды, я что-то рассказываю, потом отвечаю на вопросы. Потом мы с Сергеем Михайловичем Маркиным переформатировали это в разряд коллоквиумов. Что такое коллоквиум? Изначально это пошло дело из средневековой схоластики, когда вот собирались, видите, достопочтенные монахи и обсуждали какие-то животрепещущие вещи, важные для католической и для другой церкви в тот момент. Например, сколько чертей может поместиться на кончике иглы. Видите, вот то, что перед вами на экране, это коллоквиум. Потом уже в дальнейшем это слово немножко переродилось. И сейчас под ним подразумевают, когда преподаватель в институте проводит со студентами какие-то занятия, задает им вопросы и ставит им какие-то оценочки. Но на самом деле истинный коллоквиум перед вами на картинке. Поэтому мы хотим возродить средневековые традиции в современном таком варианте. Так что мы весело, дружно что-то обсуждали, выпивали, закусали. Выпивать можно тоже, кстати, сейчас онлайн многие это дело практикуют, учитывая самоизоляцию. Поэтому все это можно, все можно делать по онлайн, то, что мы делаем в обычной жизни. И также можно весело беседовать и задавать какие-то вопросы. Коллоквиум отличается от всех других мероприятий и от вебинаров, в том числе тем, что мы беседуем с разными людьми и с вами, в том числе, поэтому можно задавать вопросы. Кроме коллоквиума вебинаров у нас есть такие вот электронные курсы, курсы в системе Moodle, через которые многие из вас сейчас просматривают наш вебинар. Эта система пользуется практически порядка 20% университетов в Соединенных Штатах. Ну и по миру это одна из наиболее таких вот часто используемых университетских систем для дистанционного обучения. В этой системе есть все. У нас там достаточно много курсов. И несмотря на то, что в России нету номенклатуры такой, в номенклатуре специальности, нету специальности флебологов, мы сделали, пошли впереди планеты всей, и сделали первичное усовершенствование по флебологии. Поскольку, поскольку, как бы, усовершенствование сертификата флеболога мы выдавать не можем, поэтому мы сделали 4 ступени, 4 курса по 72 академических часа. В конце каждого курса мы выдаем свидетельства восстановленного государственного образца. Вот. И вот эти 4 курса, общий курс флебологии, ультозуковое исследование ВЕН, эндоминозно-лазерная адвитерация и склеротерапия как высшая ступень, все это превращает из себя, составляет из себя вот эту специализацию по флебологии. Кто у нас занимается, многие, смотрю, кто здесь присутствует, у нас уже либо занимались, либо учатся. Ну, вот так вот мы ведем, ведем, ведем по вот этому пути, и вначале на общий курс флебологии приходит человек, который во флебологии вообще ничего не понимает, и потом потихонечку-потихонечку мы его протаскиваем, и на выходе получается человек, который фактически самостоятельно работает совершенно спокойно. У нас есть и стажировки в клиниках, у нас есть и, в общем, у нас все как надо в этом отношении, все правильно и не стыдно показывать коллегам, в том числе и зарубежным. Сейчас у нас есть несколько курсов, основанных на национальных рекомендациях. Вот хочу вам показать, есть курсы по национальным рекомендациям по лечению профилактики генозных тромбозов. Вот очень хороший курс, я там сам поработал как педагогический дизайнер, частично как программист. Вот, и это нечто среднее между какими-то лекциями и компьютерной игрой. И проходя по этой компьютерной игре-лекцией, вы включаете голову, проходите-проходите, и на выходе имеется то, что вы эти рекомендации национальные знаете практически наизусть. Вот, я специально в свое время это дело сделал для того, чтобы обладаться правильно со страховыми компаниями, с прокурорскими работниками и прочими ночмедами. Вот, специально такой педагогический дизайн применен для того, чтобы это незаметно выучилось близко к тексту. И у нас есть, многие из вас, я смотрю, наверное, практически большая часть, кто здесь присутствует, прошли независимый аудит. Всю флебологию мы разбили на 5 больших групп, в каждой группе сделали определенное количество вопросов, всего 100 вопросов. Если вы отвечаете на все, точнее на 80% вопросов, отвечаете правильно, вы получаете такой сертификат, свидетельство на стену кабинета, красивое, о том, что вы прошли независимый аудит по флебологии, вы действительно по флебологии понимаете, можно работать. Это, с одной стороны, мы сделали для самих врачей, чтобы они понимали, где они, на каком уровне находятся, чтобы оценивали свой уровень, как вот на курсах английского языка, когда человек приходит, должен оценить, где он находится. И, во-вторых, для работодателей, тех, кто принимает врача на работу, как понять, понимаете, хороший ли он врач или плохой, у него же на морде-то не написано, на лбу, что он хороший или плохой врач, надо как-то его знания оценить. Это позволяет очень быстро, как бы, однозначно, по крайней мере, людей некомпетентных, совершенно легко и свободно отсеивать. У нас, мы, кроме того, что создаем всякие курсы, электронные лекции и все остальное, мы еще активно пишем всякие книжечки по флебологии. И вот все книги, которые я, автор или соавтор, представлены здесь на картиночке, мы их, либо они большей частью есть у нас в открытом доступе, то есть мы их в открытом доступе даем в электронном формате, либо те, которые только вышли, издательство не разрешает нам в электронном виде никак это распространять, мы просто вот видим. Кто к нам приезжает, мы всем книжки дарим. Я против коррупции, не только в медицине, здравоохранении, вообще против коррупции, поэтому все наши мероприятия, они не ангажированы, никакие компании нас не поддержат. Вы вот сейчас нас слушаете, все наше дело на, как бы это сказать правильно, на нашем энтузиазме, все площадки мы сами эти арендуем, никакие компании нам здесь не помогают. Поэтому можно говорить об чем угодно, обо всем чем угодно, любые лекарства хвалить или ругать, или наоборот, как хотите, так и делайте. Если кто-то выступает, поддерживает кого-то, какая-то компания, обычно это спикер в начале своего доклада объявляет. Я на этом настаиваю, это, мне кажется, принципиально. Почему? Потому что очень важно в наше время перенасыщенная пропаганда рекламы всем остальным, иметь какую-то такую площадку, где можно выходить и говорить все, что хочется, и не слушать всякие ангажированные и неинтересные вещи. Хочется, чтобы у нас было только все очень интересное. С правой стороны есть чат. В этом чате вы можете задавать любые вопросы. Собственно говоря, мы для этого мероприятия делаем. Мы мероприятия делаем не для себя, а для вас, для того, чтобы с вами общаться, для того, чтобы отвечать на какие-то ваши вопросы. Чем больше вопросов вы будете задавать, тем лучше вам приятно. Мы для этого, собственно говоря, все и делаем. Вопросы могут быть любые, вопросы могут быть не обязательно по теме нашего сегодняшнего коллокуума, но две вещи, видите, перечеркнуто. Не должно быть политики и не должно быть порнографии, то есть вот этих вот двух вещей не должно быть. А так вопросы задавайте абсолютно любые, по флебологии, не по флебологии, какие захотите, такие и задавайте, мы на все вопросы будем отвечать. Ну и последний момент, который бы хотел вам сказать, если у вас имеется какая-то идея или у вас есть то, о чем рассказать коллегам, выступить на нашем коллокууме, мы можем прямо сейчас включить, мы вот так иногда делаем, включаем прямо, не договаривая заранее, человека, и может кто-то из вас прямо сейчас прокомментировать, можем камеру включить, микрофон и все остальное, добавить какие-то свои комментарии. Либо у вас может быть есть какая-то тема, с которой вы хотели бы выступить на нашем коллокууме, пожалуйста, если есть какие-то желания, какое-то желание что-то, либо нам всем интересное рассказать, по тому электронному адресу, по которому вам пришли приглашения на сегодняшнее мероприятие, пишите письма, они будут приходить либо ко мне, либо к Сергею Михайловичу Маркину, и, соответственно, пожалуйста, милости просим, мы вам всех будем давать возможность выступить. И может у кого-то есть желание курс создать свой какой-то электронный, пожалуйста, если есть какие-то идеи, обращайтесь, идем всегда вам навстречу.